МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новины Витебской области у студии Вольга Шмаргун. Витаю вас! Сегодня белорусские правооховники отзначают профессийное свято. Четвертого соковика – особливая дата для кожного, кто мает дочинение до аховы правопарадку, боротьбы со злочинностью и расследованию правопорушению. У Витебской области День милиции справляют у 99-й раз, а мальвековый летопис органов внутренних справ увабрал у себя множество ярких прикладов от данности Айчини. Про тех, кто помножает славные традиции. Артур Смоляков. Про милиционеров, звычайно, кажутся рефреном злюбимого в народе фильма. Их служба и опасна, и трудна. Саправды так. Профессийное свято у белорусских правооховников з'явилось в 1917-м. У 20-е годы змагались с интервентами и контрреволюцией. У часы Великой Айчинной оховывали объекты и обяшкодживали шпионов. Робить усе для безпеки людей сёння. У професийные святы, звычайно, гучать выники. Рыхтуются доклады, графики, личбы. У Витебска всё иначе. Тёплая атмосфера и неякость провоздачности. Лепшим уручили подзяки, грамоты и нагрудные знаки. В Витебской области одно из самых высоких доверия граждан к органам внутренних дел. Ну, это не предел, конечно же, есть нам к чему стремиться. И мы будем повышать качество работы. В первую очередь, конечно же, мы в этом году свои усилия стремим к работе на селе. К сожалению, конечно же, там у нас малообеспеченные граждане. Как правило, это престарелые граждане, которые сегодня требуют, им требуется защита. Свою отданность працы правоохолюники подтверждают справа. И на переды дни профессийного свята прапорщик милиции Сергей Баталко вырытого у дитя. Он вертался со службы, когда зауважил маленького хлопчика на пешеходном переходе. По обочине, снижаючи худкость, рухался автомобиль. Уапошний момент супрацовник Чегуночного департамента Аховы поспел потягнуть школьника назад. Не глядячи на тое, что микроавтобус поднял на капот обо двух, основный удар отрымал милиционер. 58-годовый водитель так и не смог расслумачить, куды спешауся. Ему погражает штраф до 6 миллионов типа сбавления правоохолю. Ушиб левой голени у меня, ушиб левой голени. Осмотрели, значит, внутренние органы УЗИ, мы ездили с сотрудниками ГАИ сразу же, медпункт. То есть все нормально, никаких вопросов нет. Со здоровьем все хорошо. Мальчик тоже жив-здоров. Я выполнял свой долг. Это моя работа. Даже если бы я находился и в гражданской форме одежды, все равно я должен был принять меры. Огромное ему спасибо. Без него бы я не выжил бы. Если бы я бы стоял там, он бы ушел дальше, меня бы уже не было тут. На этот раз с милиционером, який выконвал свой обовязок, усе обышлося. Так бывает и не за уседы. На пяре до Днепрофессийного свята у Витебску до помника загинувших в артовников парадку склали вянки и кветки. Память героя ушановали сброевым залпом. День милиции давно перерос меже одиного ведомства и стал народным святом. Не глядя на урочистости, большость супрацовников сустракают ягу на рабочих местах. Особливости службы. Про то, что эта дата чем-то одрознивается от достатних, говорит только белая кашули и добрый настрой. Артур Смоляков, Вольга Шмаргун, Новины, Витебск. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на пяре до Дни Восьмого Саковика уручил державные узнагороды жанчинам. Сярод их яркая актриса, ведущий майстер колоссовской сцены Галина Букатина. Яна отримала гоноровое звание «Заслуженная артистка Республики Беларусь». 35 годов отдала родному театру. У чим секрет творчого довголеття потекавилися наши корреспонденты. Якие проли не играла Галина Букатина – усе яркие и запоминальные. Актриса широкого творчого диапазону, и она заусюды запотрабована на любимой сцене. Пришла в театр одразу после учебы и затрималася, как оказалось, на заусюды. Тут и сыграла свою первую роль – чеховскую Ганну у Вишневом саде. Всегда начать с классики. Это, знаете, я так – и в то же время это очень ответственно. Ну а потом дальше, ну дальше, мне был очень, так сказать, на тот момент важный. Ну и школа какая-то. Все, что Дудрив писал во всех его, так сказать, спектаклях, я играла. Потому что практически все постановки здесь были у нас. Уластивая ее жанночесть и обаяльность, працавитость, высокий профессионализм дозволили Галине Миколаевне занять ведучее место у Колосовской труппе. Ей пощастило працовать со знакомитыми актерами и режиссерами и на запасе колоссальный опыт. Нездарма молодейшая коллега лишит ее самой интеллектуальной актрисой. Соправды, Галину Букатину не сблытаешь ни с кем. Не сгубиться, а займеть свой голос, взять свою ноту, стать таким чином особой. Вот это может быть самая головная задача. Не все, протупавшие не тройки 35, а может и 45 годов, не все доходят. Такая жесткая профессия. Галина Миколаевна это удается. Вот это, по-моему, самое важное. Галина Миколаевна створила немало ярких запоминальных вобразов. Лябеткина, королева Бомна, фрау Лора, шекспировская Маргарита. Многие из них были удостоены широкого признания публики и шматликих узнагород. И вот, бадай, самая высокая признание ее творчих заслуг. Гоноровое звание, заслуженная артистка Республики Беларусь. Чем раньше будет оценен труд человека, тем больше ему даст сил дальше как-то быть, творить, ну и вообще радоваться всему жизни. Она для нас королева Бона, она для нас пригожая женщина, героиня. Теперь уже в среднем поколении. Колисти у молоденькой она была, коли играла Аню у Вишневом саде. Она пригожая и вельми-вельми потребная у театра актриса. А значит, у талиновитой актрисы все еще напереде. И новые роли, такие ж яркие, цикавые и запоминальные. И теплые, щирые встречи со своими любимыми глядачами на родной сцене. Инна Кириенкова, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. Огульная пассионная площадь сельско-господарчих культур на Витебшине селета складе, амаль 850 тысяч гектаров. Сбожжевый клин заховается на узровне минулых агоду, а это 47% у структуры. Смытой за беспячение жевелогодаули белковыми кормами повеличиваются посевы бобовых культур, рапсу и конюшины. Рапсовые палетки поширятся до 106 тысяч гектаров. Прикладно настолько, что повеличится площадь под шмат годовые травы. О основном это конюшина. Янезуемость больше за 197 тысяч гектаров. А вот кукурузные палетки скорочаются на 10 тысяч. Для проведения весеннепалявых работ у оптимальные термины будет притягиваться до помогать предприемству и организации в области. Зараз же все силы агрария накерованы на ремонт и подрыхтовку техники до выезду на палетки. За утро пятого соковика протягнуть работу промы и телефонные линии у областных, городских и районных ваконавчих комитетах Витебшины. Намесник старшине Витебского облаконкама Виктор Аскерка, який курирует пытание агропромыслового сектору, выслухает жигару Придвинского края с 9 до 12 годин. По телефоне 22 22 22. Код города 80 212. Номеры промыхлений райвы конкамов можно доведаться на офицейном сайте Витебского облаконкама. Сегодня в Шумилене после реконструкции открылся терапевтический корпус районной больницы. Новый выгляд он набыл не только внешне. Об пираменных в районной медицине Виктор Пралич. Открытие одновленного терапевтического отделения Шумиленской районной больницы чекали давно и медики, и пациенты. А маль два года им пришлось отулиться у палатах неурологии. И вот дверы одновленного терапевтического отделения нареште отчинились. Терапевтическое отделение различено амально по сотню пациентов. После реконструкции заместо одной палаты повышенной комфортабельности у больницы заявилось седьве. Галина Пашкевич признается, что поправлять здоровье приходилось ошмадзе. Однако тут она отчувает себя как дома. Раньше же не было. Сейчас и холодильники, и телевизор, и вообще удобные кровати. Я ощущаю, что здесь тоже то книжки, то телевизор, то там что-то. У меня нет ощущения, что я не дома. Новому житю старого отделения рады и сами медработники. Кажут, что ранее приходилось опорцевать куды у больших теплых умовах. Во время ремонта были на первом посту. Больные находились в одном отделении. Ну, конечно, в палатах было побольше человек. После ремонта комфортные условия, чистенько, приятно находиться на рабочем месте. Модернизация, реконструкция истнующих и узведение новых социально значимых объектов была и застается холодной задачей улады. Навод при сегодняшних непростых экономичных умовах. Кошт питания опошней реконструкции омать 2 миллиарда рублев. Миновата стольки пошло бюджетных сродков на терапию отделения. Три-четыре года назад в таких районных центрах всего оказывалось 30% помощи населению жителям этого региона. Вся остальная помощь оказывалась в межрайонных центрах и в областном центре. В настоящий момент, благодаря тому, что были в первую очередь созданы хирургические отделения, реанимационные, укомплектованные районы узкими специалистами, объем помощи увеличился до 70%. Основное – это приведение в порядок медицинских объектов, особенно в таких районных центральных больницах. Открытие – это однозначно. Конечно, будем продолжать работать и работать и продолжается сегодня у нас на медицинских учреждениях Новополоцка, Полоцка, Орши и города Витебска. Это однозначно, потому что задача поставлена – сделать их основными медицинскими центрами. Ну и, надеюсь, еще в ближайшее время практически готов уже к открытию большой комплекс для игровых видов спорта в городе Орша. Меж тем, на этот год заплановано открытие еще одного объекта в Шумилене. Райцентр обзаведется своим физкультурно-оздоровленным комплексом. Плануется, что двери начинить уже в вересне. Виктор Пралевчий, Сергей Котов, Новины, Шумилена. Дарить радость людям 90-х годовый юбилей и 70-х годовый творческой деятельности отзначил днями Аркадий Юргевич Шалк. Сталому поколению витеблян он вядомый, как удельник народного ансамбля песни и танца «Молодость» и других творческих коллективов города. А так само, как конферансье на шматликих концертах. А пушным часом життя Аркадия Шалка тесно связана за ансамблем «Наша песня». Музыка сопроводжает его все життя. И на этот день своего юбилея артыст не утрымался от спева. В 43-м мы меня забрали в армию. Разведчик, десантник, прошути, спал сад, прыжков напрыгал. Ну, исходил всю за границу на своих двоих, запевал на полк, на роту. И как начал петь, не могу остановиться. По-моему, счастливее меня нету. Вось уже 64-й год музой Аркадия Шалка з'является его жёнка Раиса, юбиляр Нихавая, что минавито каханья да помогая ему ваусим. Тому и все тёплые слова у День нараджения адрасуя своим родным жанчинам. Жёнцы, даржцы и внучцы. Мастак с усветным имем и белорусскими коронями роман Заслонов у першиню презентовал у Витебску свою выставу. Каля 40 живописных полотна уразмястились в некольких выставочных залах Витебского мастацкого музея. Картина Мастака – гимн Жанчини. Рыжеволосую прыгажу, не ёнус дымая на пьедыстал, небысь берагаючи от будзёной шерсти. Услед за героинями картин Заслонова над повсядённостью узнялась и наш корреспондент Ганна Рустикова. 20 год тому он съехал у Францию. В 97-м он отримал першую премию на знакомитым в Осинском салоне у Парыжа. И у один момент сдабыл признание у европейско-культурной суполцы. Роман Заслонов – Мастак с усветным имем. Его картины заховываются в приватных коллекциях и галереях Франции, Испании, Германии, Швейцарии и США. Однако усветный поспех не закружил голову, не одарвал живописца от своих коронёв. Знаходящийся за мяжой, Заслонов позиционирует свою творчость, як белорусский Мастак. Тёплый такой приём от витеблян, от людей. Тем более я ещё нашёл своих родственников. Особенно скрасил такое краткое, но очень приятное пребывание у вас. Не глядяши на сусветное признание, до недавнего часа у родной Беларуси не было проставлено ни вводной персональной выставы аутера. Першим стал Минск, затем Гомеля, теперь и Витебск. Деп не выставлялся. Майстер, его работы непозбежно выкликают ажиотаж у аматора мастарства. Его работы, получается, если сравнивать с литературными произведениями, как большие эпические романы, в которых много есть всяких сюжетов, много есть всяких моментов, которые можно читать, разглядывать и любоваться своими. На вернисаже присутник шоу «Амалю весь» Витебский бомонд. Мастаки, театральные дейши, аматоры мастарства обмерковывали яркие, наполненные корером и эмоциями полотны. Разглядали детали, залились уражениями и успоминами об аутеры. Высветлилось, что у Витебску многие знаёмы с мастаком. Нехто зъемушился, нехто был разом у студентской матрази, кто степамяте заслонного, як мастака-постановшек одного со спектаклю Колосовского театра. Столько часов прошло, и я его с некого нога боку открываю. Я невеликий знал, так сказать, в мастарстве, але то, что я бачу, меня вельми взрушает, вельми хвалюет. Я думаю, что театр поуплывал по-любому. Я думаю, что театр дозволяй ему так негко обогульнять негкие мастарские речи, и он допомагает в этом. На выставе проставлено колес 40 живописных полотна, у каждого из яких мастак монсировал особиста. У центра Жаншина. Ржеволосы прохожу, некая элегантно вздымается над повседённостью. Так совпало, что эта выставка у нас открывается именно накануне женского дня, накануне 8 марта. Это огромный подарок, но я думаю, не только женщинам, а тем мужчинам, которые любят этих женщин. Они придут, приведут своих женщин, приведут своих детей для того, чтобы посмотреть великолепные работы Романа Заслонов, в которых женщина является королевой. Выстава протягнется до конца соковика, после шага накируется у Оршу. Город истории о кого тесно переплетен с историей семьи мастака. Его деда, легендарного подпольщика Константина Заслонова. Ганна Рустикова, Сергей Котов, Новины, Витебск. На этом наш выпуск завершенный. Я с вами развитываюся. Партнер «Доброго надворья» газета «Витбичи». Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью. И мне нравится, что любимая газета «Витбичи» всегда пишет о самом главном. «Витбичи» для меня и для тебя. Подпишись сегодня. У ближайшие сутки по области будет воблачно-мокрый снег, по заходней полове проважно без опадков. Местами слабый туман. На особных участках дорог гололедится. Ветер пираменных на прамках 2,7 метра в секунду. Температура поветра ночью 0,5. Днем от 0 до 5 градусов тепла. У Витебского облачная. Часом мокрый снег, слабый туман. Температура поветра ночью 0,2. Днем 0,2. Продолжение следует...